ЗАГЛЯДАМ АСНОВНЫХ ПАДЕЙЖИТЬЯ В ОБЛАСТІЙ ПРОГРАМА НАВИНЫ РЕГИЙОНА У СТУДАЮ КРИСТІНА КАРАНКЕВИШ ВИТАЮ ВАС У ГЭТЫМ ВЫПУСКУ ГЛЯДІТЬЯ Признання за шмат годовую працу і професіоналізм заслуженым людям Могилюшчины уручаны дяршу з нагороды. Простовніки Міністерства культуры і туризму Азербайджану пераймалі вопыт могилюскіх калек. Што, дє, калі? Програма святковання Дня Великой Пірамогі у нашым випуску. Могилевская областная детячая больница отримала две державные узнагороды. Медалями за прационные заслуги отзначены галлоны урач Игорь Каско и загадчик офтальмологичного отделения Вячеслав Бурак. Сегодня Могилевская детячая областная – одна из самых передовых медицинских установ в Беларуси. Например, объем операций, якие тут проводят – пять тысяч что год. Сирот узнагородженных были представники Могилевского лифтового завода. Медалей за прационные заслуги отримали одразу шесть человек. Утымлику и генеральный директор предприемства Борис Ковалевки. Не глядясь на тяжкости, завод только замацовывает свои позиции на сусветном рынке. Тут выпускают больше за 130 базовых моделей лифтов. Летость на лифтмаши была выработана и отгружена больше за 12,5 тысяч лифтов. Беларусскую продукцию выкористовывают навод на космодроме Байконур и Ленинградской АЭС. Державные узнагороды отримали так сами и представники Беларусско-Российского университета. Параректор по выховавчой работе Андрей Казанский и загадчик кафедры теоретической механики Петр Грамыка. Еще одной высокой державной узнагороды отзначен генеральный директор дорожного-будовничного отреста номер 3. Могилевчанин Ригор Тимофеев на первые дни отримал от президента краины Орден Пашаны. Ригор Тимофеев про дороги ведает все, и как будовать, и как эксплуатовать. 20 год означает Могилевский дорожно-будовничный трест номер 3, одно из самых буйных предприемств у Галины Беларуси. Дорожники третьего треста удельничали в будовничестве таких трасс, как Минск-Гомель и Минск-Могилев. Сейчас они делают участок дороги от столицы до Гродна. Распрацовали свою технологию – асфальт у три слои. Мы выполняем все проектные решения и делаем так, чтобы дорога выглядела эстетично, а качество – это чтобы она служила долговечно. Мы, кстати, на М4 дали гарантию, что дорога прослужит 10 лет. И я подписал. И пока она работает. Предприемство, працуя по всей Беларуси и замяжуя, летость трест зарабил на экспорте 25 миллионов долларов. Убудовали дороги у России. Есть планы по Казахстану и новые буйные заказы у Беларуси. По Кульжа Рыгор Тимофеев отрымливает телефоны веншавания от коллег. Орден Пашаны органично выглядит на лацкане яго-пинжака. Это первая моя награда государственная, поэтому я долго к ней шел. Старался, работал. И сегодня 20 лет работая, трест за это время постоянно выполнял все те задачи, которые перед ним всегда ставились. Но это еще, кроме того, и обязывает и дальше трудиться и показать. Потому что сегодня есть порох пороховницы как и у самого, так и у треста. Алена Соловьева, Олеся Рыбалка, Новины Региона. Проставники Министерства культуры и туризму Азербайджану переймали в опыт работы могилевских коллег. Гости высоко оценили организацию творчого процесса во установах культуры Могилева, Бабруйска и Кировского района. Могилюшчина для визиту обрана не выпадковая, налевшая у Беларуси по организации концертного и театрального обслугования сельского насельництва. Культура у Беларуси и Азербайджана разная, зато и народы объедновывая любовь до национальной спадшины. Специалисты с этой республики Закауказия – постоянные уделники Международного форума по традиционной культуре, что организует Могилевский областный центр народной творчести. Яны взаима узбогачаются вопытом работы по заховании культурной спадшины. А теперь гостей цікавить организация клубной деятельности. Есть, что поглядеть, уличиваючи тое количество, что Могилевская область – одна из тех областей Республики Беларусь, яка може представить той вопыт своей працы, минавито галиня культуры. Тем более, что Могилевская область знову вышла переможцем республиканского спаборництва по культурному обслугованию насельництва, якое проводит Министерство культуры Республики Беларусь. У Азербайджане зараз идет структурное реформование галиня. Тому представники из Министерства культуры и туризма вырошили непосредственно познайомиться с вопытом работы установки культуры минавито Могилевщины. У приватности на прикладе Могилева, Бобруйска, Кировского района. Конечно, для нас погода немножко прохладная. Не совсем для нас обычно, но в первую очередь люди. То есть, понравились работники культуры, которые относятся к своей работе очень ответственно. С добротой, с душой отзываются о своей работе. И вот чувствуется, как они именно переживают за свою работу. И везде, куда бы мы не хотели, нам очень обстоятельно с любовью рассказывали о ваших особенностях работы культурных учреждений. Ухудка у Беларуси пройдутся дни культуры Азербайджана. А на тыдни у этой республицы отбудется сусветный форум межкультурного диалогу. На его запрошены беларуские специалисты. У той же час коллективы Азербайджана рыхтуются до фестиваля «Вянок дружбы», что проходить у Бобруйску. Татьяна Сергеичик, Александр Артемьев, Новины региона. Необходно больше активно долучать студентскую молодь до навучания основам безопасного жития. Про это заявил министр по надзвучайных ситуациях Владимир Вашченко по час республиканского учебно-методичного сбора молодежных отрадов Аховы правопарадку БРСМ. Нагадаем, что и он проходил в Могилеве. У Беларуси каля 15 тысяч человеку выходить у молодежные отрады Аховы правопарадку. В Могилевской области их 58, у яких заденечено амаль 900 человек. Па час республиканского сбора активисты зусе Беларуси пройшли практичные занятки, накераванные на попереджение правопарушиньев и надзвучайных ситуаций. Обменялися в опытом, презентовали свою деятельность на специализованной выставе. А потом сострялися с министром по надзвучайных ситуациях Беларуси. Владимир Вашенко отзначил, что до гэтуль акцент у профилактичной работе подразделений министерства рабили на выхованцах дошкольных и агульно-аддукацейных установ. Але после подписания в 2015 году отповедного погоднения про супрационерство с БРСМ эта работа со студентской молодежью стала больше активной. По словам министра, про системную профилактичную работу за пятигодку в Беларуси удалось на тротину скратить количество надзвучайных ситуаций, и, как выник, удвоя меньше загинуло людей. Активный удел молоди у профилактицы зробить гэтую работу яшче больше выниковой. Сегодня не студенты, а завтра они уже станут специалистами на предприятиях, руководителями. И как они будут относиться к вопросам безопасности, во многом будет зависеть и безопасность предприятий, и организаций, и, конечно, работающих там людей. Один человек загинул, а еще два отримали травмы на дорогах в области за минулые сутки. Так, в Могилевском районе водитель автомобиля ВАЗ не справился с кированием. Машина съехала у кветы и урезалась у древа. 30-годовый кировцы загинул на месте. В Могилеве иншамарка сутыкнулась с мотоциклом. У выник у ДТЗ водителя двухколового с пероломами и травмами шпитализовали. В Чавовском районе автомобиль сбил пешехода. 34-годовый мужчина переоходил дорогу у забороненном месте. С пероломами и травмами его забрали в больницу. И до инших тем, святкование Дня Перамоги на Могилевщине за уседы проходить насыщенно. Концертные святочные мероприемства распочнутся еще 6 мая. В этот день у концертной зале Могилева отбудется концерт заслуженного коллектива Беларуси Беларусского Державного Музычного Театра. А 7 мая у сквера и 40-годи Перамоги будет ладиться программа «Поддуховый оркестр». Вечер с встречи поколения. Основное святкование традиционно 9-го. У 9.45 на площади Ленина распочнется урочистый марш войсковых частей Могилевского гарнизона. Шесть аппаратов делаем ветеранам Великой Ачиной разом с керавницей в области их города и представниками прационных коллективов упочне руху на прамку до площади Славы. Там о полове 11-го отбудется складание кветок до вечного огня. Звертаем вашу увагу, что подчас гэтых мероприемствов с 9.30 до 11.00 годин будет перекрытый рух по улице Першамайской, а по проспекте Мира от космонавтов до улицы Королёва рух к транспорту будет обмежеванный. После ускладания кветок распочнется театрализованный концерт. Святочные мероприемства разгорнутся у розных кропках областного центра. Так с 11.00 до 13.00 каля Гандлёвого центра по Першамайской можно будет почаствоваться солдатской кашей. А вось у Пячерским лесопарку с 12.00 и до 16.00 годин разгорнется основная концертно-театрализованная программа. За усёды будет май и перамога. На святочный концерт на пляцутся каля городской ратуши могилючан и гостей города запрашают у 19.00. Святочный салют у гонор-перамоги расфорбует небо у 22.00. Дорогие, как поведомляют у отдела энергетики и транспорта могилючанам зручно было вернуться домой после свята, рух громадского транспорта и маршрутных такси будет организованы по традиционным режиме зуликам накопления транспорта. Дорогие, святкование Великой Перамоги будет организовано по всех районах в области. Например, у Бобруйску у 10.45 на площади Перамоги отбудется театрализованный митинг «Нам жить и память». У гонор 9.00 мая ветеранов по городе будут лазиться выставы декоративно-прикладного мастатства в подарунке Пераможцам. А с 13.00 у разных микрорайонах Бобруйска пройдуть святочные концерты. Пытания по коммунальной господарции, будовництве и архитектуры можно будет задать у субботу 6.00 мая. У гэтый день традиционную прямую телефонную линию проведен наместник старшине Абл-Ваканкама Дмитрий Янков. У гэтый день с 9.00 до 12.00 можно будет задать свои пытания и по теме города-будовництва, транспорту и коммуникациях. А так само по сборы и перепрацов целому отходов черного и колярового металлов. Нумер телефона у Могилёвы 50 18 69. Одночасово промые телефонные линии пройдуть во всех городских и районных выканавчих комитетах в области. Так у Могилёвским гарваканками на совесть выйдет первый наместник старшины Александр Потёмкин. Телефонуйте по номеру 25 84 42. У Бобруйским гарваканками на пытание откажет керауник с правами Людмила Пагуда. Телефон у Бобруйску 76 21 41. Нагадаем гарачую воду в Могилёве почнуть отключать с 11 мая. По водле графику испыта у рамонту и будовництва теплосеток и теплокрыниц гарачая вода уже в фонде города будет отсутничать традиции на два тыдни. Перший меня зручности отчует жихары центру Могилёва микрорайона юбилейной в улице Грышиной 30 год перамоги. Специалисты нагадывают, при отключениях будут проводиться гидравличные испыты по вышенным тискам. Про любые оздоровления в местах рамонта поведомляйте у диспетчерскую службу Могилёвских теплосеток. На 10 тысяч тонн больше сметя покинули после осеби могилючане за пушний год. Огульная колькость отходов житедейности расте, а вось сортовать сметей же Хары областного центра умеют дренна. Колькость особенно собранных папир, шкла и пластыку сменьшилась. Каб научить могилючан сбору сметя, коммунальники модернизируют контейнерные пляцуки и наклеивают отповедные памятки. Такие наклейки с напоминами можно убачить на сучасных контейнерах для пластыку. Сам контейнер так само модернизовали. Заявляются на пляцовках и больше зручные контейнеры для смешанных отходов. Это заглубленные контейнеры, они объемом 5 метров кубических, очень удобно, как вы видите, очень чисто. На смете можно зарабить у приемные пункты другасной сыровины, например, у могилювей их 15, можно сдать муклатуру, шкло, пластык и отримать за это гроши. 30 рублей, 20 рублей, 10 рублей. Доходят даже 40 рублей. Это за день или? За день. Особливо активно сдают шкалобой, привозят навод с усидних вёсок и райцентров. На сегодняшний день стекло у нас за килограмм стоит 5 копеек. Люди несут и хотят на этом заработать. Вот уже в 2017 году первый квартал 212 тонн, что по сравнению с прошлым годом это на 25% больше. Усе городские отходы тропляют на смете перепроцовочный завод. Со смешанных отходов у процовного предприемства выбирают муклатуру, пластык, шкло. Хотя их могли выкинуть по особной ёмистости, ясше на контейнерных пляцовках. За прошлый год, 2016, из объемов 90 тысяч тонн мы переработали всех отходов, включая раздельный сбор. К нам поступило, раздельного сбора, 7% от общего объема. Количество, конечно же, очень минимальное. Хотелось бы больше, чтобы население к нам повернулось и собирало отходы раздельно. Сортованные отходы отправлять на перепроцовочные предприемства в Беларуси. Макулатура, например, у шкло на завод газетной паперы, пластык на могилёвское предприемство, дезьягорубец, друхасы на сыровину, гранулы и пэт-шматки. Андрей Шуляк, Алена Салауёва, Навидна Региона. Тым часом чемпионат Европы протягивается напереде три дни с поборництвом и выступлением еще двух представников Могилёвской области – Залины Седаковой и Казбека Килова. А на этом выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова